12 февраля 2018 год. Во дворе дома 10, корпус 3 по улице Синой обнаружили тело рязанского бизнесмена Александра Заварзина с многочисленными ножевыми ранами. Преступлением занялся отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Удалось установить, что убийство было заказным. В 2018 году заказчики нашли исполнителя и пригласили его в Москву. В качестве вознаграждения за совершение преступления ему было предложено трудоустройство на должность с заработной платой порядка 200 тысяч рублей ежемесячно в одной из организаций города Москвы. От заказчиков осужденный получил нож и необходимые для совершения убийства сведения, в том числе фотографию потерпевшего и 50 тысяч рублей на расходы. А мотивом для преступления стали долги. Об этом изданию «Аргументы и факты Рязань» рассказал Виталий Бочкарев, руководитель отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. По версии следствия, подозреваемые в организации убийства получили в долг от Заварзина 8 миллионов 100 тысяч рублей еще в 2016 году. В установленный срок деньги они так и не вернули. Вот и решили убить бизнесмена, а потом убедить его наследников, что между ними и Заварзином была устная договоренность о безвозмездном списании долга. В течение нескольких дней мужчина следил за потерпевшим в городе Рязани, выбирая время и место преступления. Определившись, осужденный в вечернее время в один из дней февраля 2018 года прибыл к месту жительства потерпевшего, дождался приезда его автомобиля и, когда тот выходил из него, нанес 11 ударов ножом, от которых потерпевший скончался. Затем осужденный скрылся с места преступления и в дальнейшем выехал за пределы Российской Федерации. Убийцу задержали через 9 месяцев, в октябре, на территории Республики Польша, а после экстрадировали в Россию. Он активно способствовал расследованию. Во время судебного заседания мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Суд это учел. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».